Ни слова о ракете и российском следе. Совет безопасности Нидерландов обнародовал предварительный отчет о расследовании катастрофы, сбитого в окрестностях Тореза, малазийского Боинга. О выводах экспертов и новых деталях, которые узнали журналисты, расскажет Анна Беднова. В офисе совбеза Нидерландов журналистам молча раздают экземпляры отчета. Никаких вопросов задавать не позволяют. Ответы просят искать на 34 страницах документа, который перечисляет ряд уже известных фактов. Последний раз с диспетчерами пилоты связывались 17 июля в 13.20. Над зоной АТО в тот момент пролетали еще три лайнера, а в сам малазийский Боинг стреляли снизу. Об этом свидетельствует повреждение фюзеляжа и расположение обломков. Впрочем, ни одного вывода и даже предположения о виде оружия, из которого сбили самолет, нет. Главный вывод таков. Лайнер на рейсе MH17 распался в небе из-за повреждений, причиненных ему объектами с высоким энергетическим потенциалом. Они поразили его извне. Причину лаконичности голландские следователи уже объяснили. Они до сих пор не получили на экспертизу детали фюзеляжа и, в отличие от судмедэкспертов, так и не попали к месту катастрофы. Зато собственное расследование там успели провести журналисты BBC. От местных жителей получили подтверждение. В регионе именно до и после трагедии видели российскую систему БУК. А блогеры, сравнив снятое видео в Донецкой области с напечатанными в прессе фотографиями таких комплексов в России, пришли к выводу – оружие принадлежит 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде. Подтвердить или опровергнуть эти данные официально эксперты обещают в течение года. Итоговый отчёт о причинах катастрофы малазийского Боинга обнародуют до июля 2015 года. Анна Беднова специально для телеканала «Донбасс».